3D News Daily 3D News Daily Тёмная сторона есть и у самой Google. Вряд ли кого-то можно удивить тем фактом, что мобильные приложения пересылают немало скрытых данных на внешние серверы. Но всё может быть серьёзнее, чем кажется. Исследователи Массачусетского технологического института выяснили, что значительная часть информации, утекающая через 500 самых популярных Android-приложений, не имеет отношения к работе этих самых приложений. Такую подозрительную активность проявляют около половины всех проверенных приложений, в том числе, например, Twitter и Spotify. Что включает этот фоновый трафик и какая его часть оседает в руках злоумышленников, остаётся тайной. Конечно, это вовсе не значит, что данная особенность присутствует только на Android, или что передаётся конфиденциальная информация. Это могут быть, например, отчёты об ошибках. Но авторы исследования видят проблему в том, что пользователи не могут узнать о содержании теневого трафика, а значит, так или иначе, находятся в опасности. Гранулярный синтез Остается сравнительно молодым способом обработки звука и позволяет создавать уникальные композиции. При использовании этого метода аудиоматериал расщепляется на множество гранул длиной от 10 до 100 миллисекунд, которые затем можно воспроизводить в желаемом порядке и с нужной скоростью. Эта техника преимущественно используется в виде программных решений. Аппаратные встречаются не часто, а такие, как коллайдоскоп, вообще уникальны. Бен Бенглер и Фьер Мартин создали синтезатор, рассчитанный на двух человек, с двумя интерфейсами, каждый из которых включает клавиатуру, микрофон, дисплей и элементы управления. Записав материал, музыканты могут установить длину звучания каждой гранулы и задать частоту, скорость воспроизведения и другие характеристики всех частиц. Параметры можно менять в реальном времени, что означает огромный простор в создании звуковых образов. Разочаровать в этом инструменте может только одно. Изобретатели не планируют его коммерческое производство, да и вообще сейчас это лишь прототип. Но серьезные предложения авторы обещают не оставить без ответа. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте поставить лайк, если вам понравился этот выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok